Есть известная история, когда Хатам Сафер, учился еще и сам в Яшиве, он поджительно молился. «Товарищи, мы говорили, пока ты молишься, мы успеем еще поручить несколько параграфов Шахана Рухи». Он отвечал им, что молится, это все, что продлевает ему жизнь. Тут не надо понимать, что продлевает еще больше лет, часто это более эффективно. Просто можно за короткое время много очень успеть, продлевает. У нас просто есть достоинство, когда каждая минута она длинная. Совершенно другое достоинство, чем просто длинная жизнь. Человек может дожить достаточно лет, но его жизнь – это очень короткий срок. Это важная вещь, потому что надо знать, сколько мы живем нет, а сколько бруто. И если мы об этом говорим, то и рабы на Агро, Билинский Гаон и Хабец Хаим, они делали шхезбон нефиш, сколько времени ушло в пустую в течение года. В минутах, в десяти минутах, в пятнадцати. Это серьезно. Учитель Абхангин всегда говорит так. Американцы говорят «the time is money». Мы говорим «the time is life». Время – это жизнь. Это жизнь. Так вот, тут была дискуссия такая. И реальный источник этой дискуссии, он находится в Гморе, Масехет, Шаббат. Говорится так. Рова видел Рава Мнуну, что он положительно молится. Он сказал так. «Манихим хаи ойлом воским бахаи ша». Оставляет жизнь мира грядущего, называется, жизнью этого мира. То есть Рова, буквально, утверждал Рава Мнуну, то же самое, что товарищи Харамсойфер говорили ему. Он сказал «другой формы». А что думал Рава Мнуну? «Пусть собара взмантфила лихуд и взмантойла лихуд». Время молитвы отдельно, время тоже отдельно. То есть, есть место, нужно и то, и другое. Дальше произойдет еще одна история здесь. Рабирме Габаяти, комедия Рабзейра. Рабзейра. Рабзейра сидел перед Рабзейром. Умчился Рабзейр. Азки, башмач, занимались гуморой. Проходило время молитвы, проходило, не прибежало, проходило. И Рабирме пытался встать. Сказал учителям так. «Кария лэр Рабзейра». «Масир озномиш муа тоэр ган философа тоэва». Тот, как бы, отстраняет свое ухо от внимания Торы. И вот, и вот молитва его тоэва. Отвергается отвратительно. Ну, реально, Аллаха у нас в этом месте, как Рабзейра, время Торы отдельно, время молитвы отдельно. О чем вдруг я захотел поговорить? Я объясню. Тут есть одна. Мы сейчас занимаемся брайтой. Вот. Где говорится, что «Ой лэм лэбрио эсмаль бойны шел тойра». «Ой» творится за людям из-за буквально обиды Торы. «А бойны шел тойра». И тут есть одна очень принципиальная вещь. Что бы хотелось вам объяснить. Мучитель Великий Рожешива, Везер Пильц, глава Ишватифрах, как-то говорил об этом так. Тут видно, что Тора может быть обиженная. Альбон – это обида. Обида. Тора может быть обиженной. Странно, что Тора – это человек, что может быть обиженной. Но мы находим такие выражения в устной Торе. Находим. И… Ну, казалось бы, странно. Этим мы… Нам плохо Тора. Но Тора будет от нас не зависеть. Женщина Тора обижена. Тут я хочу коснуться очень важной темы. Сказано на начале «Брэйшис». «Брэйшит барай лукимет шумай ватарец». Первый постук. Раша объясняет «Брэйшит» для того, что называется «Рэйшит». Для Торы называется «Рэйшит дарко». И для Исроэль, когда называется «Рэйшит ватаро». Это раньше известный в начале Хумыша. И… Я видел там замечание у нашего главы нашего поколения Арнольда Пштеймана в его книге «Ялта Шахарна Хумыш». Он говорит в следующую вещь. «Как можно из одного этого учить и то, и другое?» Вообще одно оно не очень другое. «Как учить и то, и другое?» Он говорит очень простую вещь. Ясную, простую. А что значит Тора без Исроэля? Что это Исроэль без Торы? Нет такого. Нет такого. Реально Тора должна раскрыться в этом мире Исроэля. Знаете, раскрытие Тора Всевышнего в этом мире – замысел его, чтобы Тора скрылась нашим народом. Нашим народом. Если мы ей занимаемся недостаточно, тем более мы оставляем Тору заниматься вещами гораздо менее важными, то Тора не раскрывается. Так она должна была раскрыться. Это то, что называется «Альбой нашел Тор». Это обиде Тора, она не раскрывается в этом мире. Туда я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Дальше. 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 Человек всегда ищет для себя путь к успеху. Путь к успеху. Я говорю сейчас о успехе не в смысле дурном карьере, а о истинном успехе, что он прожил полноценную жизнь и достойно того, что мог достовиться в этом мире, в мире грядущем. А не говорю сейчас о дешевом успехе, это моя тема. И всегда вопрос, у каждого вопроса есть, как этого успеха уже стоится. Вот это вообще тема, которая касается не нашей главы недели, а следующих. Йосифа Садик называется Торой Ишмацлех. Ишмацлех. Человек успешный, успешный. Он преуспел. Как-то помню, Торой Ишмацлех первым коснулся этой темы. Он говорит, что, понимаешь, что такое Ишмацлех успешный, это Хавицхайм. Все, что он сделал, оставило, дало большую браху во всех сферах. И Мишнабрура, и книга Хавицхайм, и другие его книги. Есть понятие Ацлаха. То есть Ацлаха, то, что мы вкладываем, это дает плоды, вообще хорошие плоды. И чем больше, тем лучше. Это, значит, Ацлаха. Ацлаха. И... Копайся в ней, копайся, чтоб все в ней. И... С ним это очень просто. Есть эта Мишна, как любая Мишна, имеет очень широкую сферу понимания и так далее. И конструкция просто одной темы, более узкой. Если мы заметим про себя... Сравним начало Торы. Начало Торы. Приход в мир, в мир наших отцов. Абрама и Сакаякова. Тем более, получим Торы нашим народом в горе Синай. Мы видим две линии. Одна линия, это падение человека, когда он называется проклятие. Без это пеха только Аллаха, им вподлился, ты будешь есть свой хлеб. Проклятие. Появляется в мир Абрам. Абрам. Появляется браха. Браха. Появляется браха. Сказано, на самом слове, Гея браха, ты с собой же брахой. Дальше... Говорится... И в конце Мишны, Масалит Кеннушин, говорится о том, что занятия торга не дают человеку жизнь и преуспевание всей жизни. Так как пример, то, что сказано про Авраама, Авраам буквально застарился, более глубоко приобрел мудрость. В этом месте в Кеннушин очень четко, ясно, что браха Аврааму была в силу занятий торой. Там уже говорится, там сказал до этого раби на Урае, в Мишне, что я оставляю все специальности в мире и обучаю сына торга торе. Потому что человек пожелает под ее в этом мире и в предыдущем и так далее. То есть это то, что его, то же с этим человек преуспеет. И Мишна приводит к этому источник, это сказано про Аврааму. Мы видим удивительную вещь. У Авраама было много причин преуспеть. Его истинная вера, его преданность, его действие исправни, которое он пережил. Его добродеяние, миротахесед, которое само по себе это причина, что он доставился брахис выше. Тут мудрость ир, надо сказать, удивительную вещь, что по-настоящему корень его брахима – латор. Идемте дальше. Костюмский главы «Баху-Койсет» в конце книговых икров. Эта книга, эта глава страшная. Там есть величайшие благословления, брахот. Есть также вещи противоположные брахот. Но в чем корень их, и того, и другого. Рашид там четко объясняет. Если будете идти по пути, по законам моими, что мицами многое трашивает, это не трашивает, это слова нашим дуэцовам Сафра. Траткоины. Если вы будете трудиться над Торой, им тюамейлим Батойером, это источник всех главысловлений. А дальше, когда речь идет в той же главе о проклятиях, о страшных проклятиях, там говорится, что «Ви емлоти шмули, если не будете внимательны, и раньше объясняю, что такое невнимательны, это если не будете тратяшко тратиться на Торой, это причина всех позиций». И тут нам надо понять одну вещь. Есть тут несколько уровней. Это касается как личных занятий, так и вложения денег. Человек, который не находится еще, не понимает ни источника мира, ни милиции, и так далее, то вопрос, во что вкладывают свои деньги. Например, я, может, аутрирую, но думаю, что не очень. Лишь с деньгами, думаю, сейчас я должен построить госпиталь для собак. Госпиталь для собак. Их, думаю, немало в Европе. В смысле, если вам благотворительность, если хочешь? Да. А, да. Госпиталь для собак. Говорят, какой-то еще, ангелация называется «Против». Еще чего-то такого, подобного. Но я сейчас не об этом говорю. Мы говорим, что человек, который, да, хочет сделать хорошие вещи, немножко понимает в этом, скажем, и верует, и соблюдает Тору, насколько он знает и понимает. Вот тут его, и в рамках, вроде бы, жизни по Торе, его ведет за собой ударное начало. Я просто вам пример. Я очень такой интересный. Когда он начал учиться, то у нас в школе курировал, оставайтесь еще в цифрах, как Яков Фридман. Он там приезжал, мы там воксилили здоровье, уже за 80 хорошо. И он нам приезжал там в коле давать уроки. Как-то он нашел на столе книжку. И в замечательном. «Давайте наху, там и шелыш». Она тройная нить. Что это за книга? Эта книга написана внуком Хатам Сойфера, общим Хатам Сойфером о истории их династии. Это Беквегер, это Хатам Сойфер, это Хатам Сойфер. Я как-то никак не буду прочел, будучи просто больным, лежал в кровати, я книгу прочел. Книга полна веры, и Рад Шамай. И это совершенно замечательная книга. Вот пришел, Яков Фридман пришел в этот метраж, и он ходит на столе эту книгу. Реакция была очень интересная. Что делает этот Яцар Ра в этом метраже? Что делает Яцар Ра в этом метраже? Уверяю вас, я немножко знаю его, он эту книгу прочел наверное один раз сам. Один раз. Он сказал вообще простую вещь. Яцар Ра не поймает Авреха с чьением газеты и чего-то другого. С чем поймает Яцар Ра Авреха? Это был хороший винах, когда еще тогда можно такое вещь сказать. Вы поймаете Авреха с чем? С рассказами о праведниках. С чем поймает Яцар Ра. Говорят, скажем так, чтобы это были наши проблемы. Чтобы это были наши проблемы. Но все вот идея. Идея очень простая. Просто еще одну историю приведу. Тоже сказал я начал учиться в Коллере и приехал человек, один человек из Цюриха меня вытащить в Европу заниматься эмигрантами из России по дороге в Америку. Поэтому Идышко и Тор он был самый очень достойный. Это был тоже от этого Фридмана примерно так же. Понятно, пришел Яцар Ра. То есть начал учиться. Надо тебя выставить эту учебу оторвать. Пошел Яцар Ра. Человек этот был очень достойный, который хотел вызвать в Европу в Европу. Он не был. Что имею в виду? Нам всем эта проблема не только всегда у нас есть проблема. С одной стороны, действительно, если пришли в Гоморубе во всяком шаббате, есть время для Тора, время для молитвы. Есть время для исполнятия Торы и время для исполнения заповедей. Человек который учится и не исполнит то, что он учится. Они праведники и которые в эту толку мало. Тора надо исполнять, а не просто учить. Вот в это тонкое место в нас влезает дурное начало, пытается нас подбить на всевозможные вроде бы занятия митцвод. Не говорится сейчас о грехах, но которые необязательны, которые могут для человека это не учиться, это было очень хорошо. Для человек это жалко времени и сил. Придумывает какие-то еще сгулот, какие-то чудесные примеры. Человек хочет достоиться парносы. Искать какие-то сгулот, все прочее. Есть сгула, парноса зависит от брахи. Браха дается тому, кто занимается отпором постоянно. Парно говорится в гуморе кто-то делает постоянно непостоянными и те и другие преуспевают. Ты хочешь брахи, ты хочешь того. Источник брахи он в торе. Он в торе источник брахи. Когда люди занимаются поисками брахи не в торе, это есть альбой нашел тойра. Это обида толы. Источник брахи находится в торе. Сточник брахи это воля творца. Вот она скрывается в торе. Понимаете, и более того, мы уже говорили в этой брахе следующую вещь, что ой лебреет. Это причина, что было ой. Почему? Потому что когда торе не занимаются, когда торе стоит для чего другого, то и браха в этот мир не приходит, как могло прийти. И это причина, когда нет брахи, это причина для ой. Слышат каждое высказывание, тоже от Рафридмана, это высказывание об одной из величайших Рэбе в Польше, автор книги Дивны Хайм, Рабхайм Цанзер. Он рассказал примерно так. Если бы мои хасиды понимали, что лучше всего для них, чтобы они не мешали своими вопросами, а дали спокойно учиться. Лучше для них. То есть, если Рэбе будет учиться, и у них были добрые намерения, чтобы создать не только он, но и вся его община, и так далее, для всем будет гораздо лучше, чем помоли за это, помоли за это, помоли за это. Мне было больше бреха, если бы даже неспокойно учиться. Неспокойно учиться. Я еще помню хорошо, эти вещи сегодня мы мало понимаем, когда как-то у Рэбис Хазинбера была одна проблема, которая очень мучила его, какие-то мессионеры, которые много портили в Иерусалиме, так он очень скромный, он решил спросить меня совета, что в этом было думать, это было 35 назад. Ну, я сказал, что в чем вопрос, надо спросить, кто ли Исраэль. Это привезет мои вспоминания в этой книге Орвицк. Напомню еще раз. Я уже был человек воспитанный, уже учился, вопрос, надо спросить, кто ли Исраэль. Он сказал так, у них есть время для моих вопросов, они должны учиться. Время любви и прочее должны учиться. Я хочу просто, чтобы вы поняли одну вещь, это то, что сейчас важно. Межсловно, мы прекращаем учебу ради Торы, ради других заповедей, которые нам обязаны исполнять. это мы скажем в Талмуде принято Аллаха «зман той ролехуд взман фир лехуд». Время Торы отдельно, время ритвы отдельно. Человек, который не может позволить себе не исполнять Тору ради ее учебы, нет такого. Но надо всегда знать, что есть другие какие-то идеи. Мы можем успеха, можем вопрос даже духовного ростов Торе не через Тору. Так об этом говорится эти слова «Ойлем לבри осмел бой на шел тою». «Ойлем подожди». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...